Всем здрасте! Делаем опять видео-обзор покупок. Первое, что у меня лежит, это двое упаковок колгот из Мазикея. В общем, они себя очень хорошо зарекомендовали. Покупалась с Сашей еще 7 лет назад, когда ему около годика было. Они, правда, все типа девчачьи, но хорошие расцветки. Там есть и синенькие, и вот серенькие, и черные. Для мальчиков подойдут и для девочек тоже. Вот это вот размер получается на 110 сантиметров роста, 4-5 лет. Их надо заказывать типа как на год вперед. Они типа маломерят. Ну, в общем, очень классные, я их очень люблю. Такие же вот для Ксюши. Такие же для Ксюши. Три штучки в упаковке. Это я пытаюсь вам показать состав. Вот, смотрите, здесь состав 75 катона, 24 какого-то нейлона и 1 эластан. Вот такие они. А вот эти, кстати, немножко другие по составу. Хотя странно, да? Вот, 47% катона, 31% полиэстер, еще 21% нейлона и 1 эластан. Не знаю, возможно, из-за того, что это уже взрослые дети будут носить. Но по тактильным ощущениям, конечно, красные помягче будут. Но фокус ушел далеко. Да? Вот, фокус пришел. В общем, откладываем наши коробки и пойдем по платьям. Купила на пробу Маши пару платьев. Получается 108-го размера на 5 лет. Хотя, надо ей уже, наверное... Ну да, 110-й я беру, а тут почему-то 108-й. Это у них какая-то странная идет нумерация размеров. В общем, сейчас покажу, открою. Что вам сказать, платье вот на сейчас, мне кажется. Но, конечно, надо Маше одеть его. Внизу именно такая хлопковая ткань. Не как на футболках. То есть такая, ну, не знаю, как это назвать. А здесь именно такой трикотажик хлопковый. С завышенной талией. Ну, такой прикольный. Ну, вот что-то немножко они грязные. То ли на производстве, то ли что. Ну, я думаю, постирается. Очень надеюсь, открою. Вот это платье со звездой я взяла на ее день рождения. Она у нас будет рок-звездой. Попросила гитару, клавиши, микрофон. В общем, надо будет соответствовать. Поэтому очень хотела найти что-нибудь такое со звездочкой впереди. Ну, платье или футболку. И вот как раз в этом магазине под шумок гольфиком взяла еще и платье. Я не знаю, конечно, что это за платье. Но на вид это туника. Вот тут есть, кстати, кармашки. И, соответственно, вот эта вот двухсторонняя еще звездочка. Знаете, это сейчас модно. Единственное, жалко, что она золотая и золотая. В принципе, но можно баловаться туда-сюда, гладить эту звездочку. Такие суперфапчики. Немножко присобранные. Такой плотненький трикотажик. Вот, люрекс. Под низом. Ну, в общем, такое хорошее платьице. Я к нему еще колготки заказала. На модной касте. Очень надеюсь, что не прогадала с размером. Потому что там немножко непонятно. Состав катон, листер и что-то там еще. Ага, металлическая нючка, золотая. Ну, прикольная тут еще получаются эти горошинки блестящие. И звезда. И тут вот эта отделка еще золотая. Маша будет счастлива очень. Это платье, но это уже платье такое, типа как сарафан, что ли. Ну, точно на что-то обивается, потому что он без рукавов. Сейчас покажу. Вот такое. Тут бантик с серебряной окантовочкой. Вот такое вот платье. Оно просто хатышное. Сзади простое. Ну, в общем, потом покажу, как на Маше смотрится. Неплохо. Просто хабешечка. Теперь вам покажу для себя покупку. Купила вот такую кофточку для кормления. Она здесь на пуговичках. И тут вот ложная маечка под низом. В общем, сейчас открою, посмотрим. Вот, это какая-то другая торговая марка. Просто длинненькая такая. И вот длинными рукавами получается. Белая с голубыми. Ой! Тут кто-то дотянулся. И вот ложная маечка внутри. 46-й, 48-й размер. В общем, не знаю, но по виду вроде бы на меня будет. Просто хлопковая носить дома. Или туда куда-то выходить, не знаю, посмотрим. В общем, вот такая маечка. Она, конечно, овер-оверсайз такая. Или я перепутала немножко размер. Но, в общем, можно носить дома. Что не маленькая, то хорошая. Правда, надо расстегивать на пуговички. Ну, как можно. На пижаму похоже, да? Вернемся именно к нашим гольфикам. Тут в наборе три штуки. Получается, один идет с принтом каким-то для девочек. Именно с блесточками, да. А для мальчика тут вот просто какая-то надпись. Вот такой у нас подружка заказала с эфиревой башней. Розовый, ярко-розовый и такой серенький. А я для Маши еще одной девочки. Заказала две такие фиолетовые, сиреневые и одну такую ярко-розовую. У нас просто светлые беленькие и розовые есть, поэтому немножко другой цвет заказала. Вот, и мальчикам серую, голубую, такой грязно-голубую и синий цвет. Сейчас разверну, все покажу. Пять лет, короче, да, ну таки конкретно так мало мерят, потому что... Или идет размер на размер, не знаю, но вот... Я вижу, что на Машу будет как раз, но, наверное, надо мерить. Вот, девочек тут, получается, присобрано здесь просто для того, чтобы как-то их идентифицировать. Ну, вот такой же вольфик получается темно-сиреневый. Вот. И непосредственно один с принтом. Похоже, написано здесь что-то по-французски. Я по-французски не шарю, поэтому не знаю, что. Но, в целом, все классно. Вот это на Машу. Для наших восьмилетних детей мы взяли на 10 лет вообще. В общем, сейчас надо посмотреть, приложить на Сашу. Вот, я развернула для нашей подружки. Этот розовенький, такой же, получается, коралловый и серенький. По составу это стопроцентный катон. Вот так выглядит вольфик из Сашиного набора. Это, получается, на 10 лет. И у него... Я уже ему померилась вольфику. Немножко длинноватая рукава. Я вставлю фотку, как оно выглядит. Но, в целом, очень хорошо сел на вот 8-летнего мальчика. 10 лет размер этого гольфика. Такой же, получается, грязный полбой. Вот, в общем, видно вам. На 10 лет взяла. Тоже 158 сантиметров. Самое страшное. Ой, фу, слава богу, 38. Кстати, если заказывать на этом сайте, то, по-моему, с 10 евро они доставляют прям адресно в Украину. Наверное, в России тоже, я не знаю. Вот, но я заказывала через посредника. Вот еще купила себе шапочку. Так получилось, что пошла в бассейн и забыла шапочку. Пришлось купить. В общем, вот. Вроде как, для взрослых. И пишется, что вот она комфортная для носки. И запросила я за нее 320 гривен. Вот такая вот шапочка с эмблемой арены. И она типа как лайкровая, что ли. Ну, как материалы, с которого делают купальники. 80 полиамида и 20 эластанов. Ну, что я могу сказать. Через 10 минут она начала нажать в голову. Вот этот вот край, да. Вот. Но через 40 минут меня уже эта боль не беспокоила. То ли она растянулась от воды там и времени. То ли, как бы, не знаю. То ли у меня голова перестала болеть просто. Не знаю. Ну, в общем, пока у меня лежит в рюкзаке для плавания, как запасной вариант. Потому что часто бывает... Точнее, не часто. Вот получилось, что я забыла шапочку, когда собираюсь.